Сегодня в выпуске подарочки на новый год друзьям. Смотри ролик до конца, ставь пальчик вверх и пиши в комментариях, какие подарки ты готовишь друзьям. Привет, я Дубмама Аня, мои собачки Чухуа София Ивана отдыхают, а наши новогодние выпуски продолжаются, и мы уже начинаем готовиться к новому году. А новый год это всегда подарки. И сегодня я покажу, какие четыре подарка я уже подготовила своим друзьям. Но не забывайте, у нас есть подарки и для вас. Наш первый розыгрыш длится до 7 декабря. Ссылка на него в описании к этому видео. А также у нас будут конкурсы не только для ваших питомцев, но и человеческие призы для вас, наших подписчиков. Следите за выпусками. Поехали! Все подарки, которые я сегодня покажу, как и многие другие свои покупки, я приобрела на Юнизу. Меня там устраивают и цены, и доставка, и все остальное. Итак, мой первый подарок для моей подруги, которую тоже зовут Аня, и у нее Йорк с Аней. Фирма Трикси, и это нейлоновый автомобильный ремень безопасности для собак. Я знаю, что Аня постоянно ездит со своим малышом в машине. Я надеюсь, она обрадуется. Этот ремень безопасности может использоваться так же еще и как короткий поводок. Регулируется вот здесь на шее и вот в районе груди. Его очень легко надеть и снять, он выглядит как обычная шлейка. Попробуем? Не, вот она в машину налетела, пока мы снимали. Мы наш ремешок пристегнем вот сюда и укоротим. Эйвен, смотри какой снег. Сегодня же 3 декабря. Зима, оказывается, пришла уже совсем. Ага, Аусане есть ремень безопасности, а у нас нет. Какой снег? Ага. Новый год скоро, Эйвен. У меня подарка тебе нет. Тогда и у меня тебе нет. Все? Ай, гулять. Еще у меня есть подруга Настя, у которой собака породы Пемброк. Кики, для них я подготовила не менее интересный подарок. Настя вместе со своей собачкой постоянно ездит на море и занимается активными видами спорта. Но, к сожалению, Кики до сих пор боится воды. Не то, чтобы даже боится, но когда она попадает в воду, она начинает так активно перебирать лапами и так буртыхается, что практически захлебывается и тонет. Поэтому им в подарок я приобрела спасательный жилет фирмы Крейзи Посс. Очень миленький, очень качественный. Здесь у него вот такая вот ручка, чтобы можно было собаку носить. Как у обычного человеческого спасательного жилета, вот такие вот застежки. На животик собаки. Так, чтобы они вообще никак не расстегнулись. Два варианта, липучка и крепеж. Я считаю, это супер подарок для Кики, потому что они постоянно путешествуют на моря, плавают на всяких катерах, байдарках. Тоже можно регулировать размер собаки, светоотражающие полосочки. Мне кажется, им понравится мой подарок. А как думаете вы? Теперь Кики сможет плавать даже в ванной, да, Свети? Ага, нам он по размеру как лодка. Может попросить у мамы на НГ спасательный жилет? Да мне, мне не надо, я лучше платьице попрошу красивое. Хочу, я в жилете буду выглядеть как супер спасатель. Мам. Мой третий подарок для моего давнего друга Саши, у которого есть такса Зои. Очень, кстати, милое имя для такса. Саша со своей собакой очень часто ездит на природу. И Зои постоянно норовит куда-нибудь убежать и деться. Один раз они даже потеряли Зои, когда поехали на шашлыки. Потом, конечно, нашли. И раз уж Саша не приучил Зои слушаться его и не убегать далеко, я решила ему подарить очень брутальную мужскую такую штуку. И нет, это не открывашка для гигантской бутылки. Это спиральный колышек для собак, который фиксируется в земле. То есть он для случаев, когда нужно привязать собаку. Вот на это колечко можно закрепить очень длинную рулетку, и тогда собака не будет чувствовать себя привязанной. При этом она уже точно никуда не сможет убежать. Не повезло Зои с подарком на Новый год. А ты что, Эвен, хотел бы, чтобы она убежала лучше? Пропала где-нибудь и стала бездомной, или еще хуже ее подобрал бы какой-нибудь живодер? Ой, нет, повезло Зои с подарком. Мой четвертый подарочек для знакомой по имени Иры, у которой очень миленькая девочка Чихуа по имени Чика. Очень скоро у Чики по возрасту должна начаться течка. Но я знаю, что Ира не хочет стерилизовать ее. Может быть, они впоследствии хотят делать деток. А я по своему опыту знаю, что у некоторых собак течка бывает обильной, сильной, а у некоторых практически незаметной. Но на всякий случай я решила подарить им фирмы Трикси штанишки, или еще можно сказать трусишки для собачки. Они, кстати, из очень мягенькой такой приятной ткани. Здесь дырочка для хвостика. Такая вот резиночка, которая регулируется и тянется, что не будет давить собачке. А вот здесь, в самом важном, необходимом месте, есть вот такой кармашек, в который кладутся ватки, или салфеточки, или кусочки тряпочек. И я думаю, самое важное для многих хозяев, это то, что в квартире больше не будет пятен на полу, на мебели, на коврах. Эти штанишки можно использовать много раз, и они легко стираются. Чики, понравится подарок? Да. Понравится? Я думаю, им понравится наш с тобой подарок, Софи. Ну, хорошо. И последний подарок в этом наборе, ну, конечно же, не последний среди всех моих новогодних подарков, друзья. Я сама этот подарок не выбирала. Этот подарок попросил меня подарить мой друг Игорь, своему метису-лабрадора Рафу. Дело в том, что Рафа он нашел на улице. К сожалению, в нашей жизни такое бывает. И Раф не очень хорошо воспитан, плохо подается в дрессировке и абсолютно не знает никаких команд. Игорь уверен, что вот эта вот маленькая штучка, а это ультразвуковой свисток для собак, ему поможет. А! Многие животные, в том числе собаки, очень чутко реагируют на ультразвук. Поэтому свисток действительно может помочь в дрессировке всех пород собак. По сути, это маленькое устройство для приучения Рафа к дисциплине и избавления от нежелательных привычек. Если вам интересно, мы снимем видео, как это работает. А какие подарки на Новый год готовите вы, не только собакам, но и вообще своим друзьям? Напишите в комментариях. А мы еще в скором времени сделаем DIY подарки своими руками. Оставайтесь с нами в наших новогодних выпусках. Теперь надо и вон все эти подарки красиво упаковать. Брррр. Да? Да, София, давай, начинай. Я думаю, их надо будет упаковать вот в эту красную бумагу и положить внутрь вот эти желтые волосы. София, это не волосы. А что это тогда? Это дождик такой желтый. Если не настоящий, то точно парик. Блин, у меня один волос в арту засрял. Да ты смотри же, они же бумажные, какой же это парик. Точно, это волосы, только с волосами так бывает. Что-то ты думаешь, волосы? Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь нам комментарии. А еще смотри еще ролики, смотри еще всякие. Смотри еще, 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 еще. Смотри, 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 смотри.